Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Куда восходит колено, колено Господни по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. Глава 10. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте, идолослужение. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Первая книга Царств Глава восьмая Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его — Иаиль, а имя второму сыну его — Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили привратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Рамму, и сказали ему «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их. Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысячи начальниками и пятидесят начальниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстянаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал, «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. «И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам, «Пойдите каждый в свой город». Первая книга царств Глава девятая «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа». И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц». «И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли, и прошли землю Шаалим, и там их нет, и прошел он землю Вениаминову, и не нашли». Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему, «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему, «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал, «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». И сказал Саул слуге своему, «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали, «Есть. Вот он впереди тебя. Только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званные. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город, когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я призрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». «Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал, «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое? Не малейшее ли между всеми племенами колено Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около тридцати человек. И сказал Самуил повару, «Подай ту часть, которую я дал тебе и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. И сказал Самуил, «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к всему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так, когда взошла заря. Самуил возвал к Саулу на кровлю и сказал, «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, «Скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас, и он пошел вперед, а ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Спасибо.